Сегодня в России широко отмечают молодой, но уже популярный праздник, который в этом году приобрел статус официального. День семьи, любви и верности. Он связан с именами святых Петра и Февронии, покровителей брачных уз Института семьи. Кстати, в этом году в Чувашии родилась одна Феврония и три Петра. В Чебоксарах в парке Амазония собрались папы, мамы, школьники и детсадовцы, чтобы рассказать и показать всем, какой он секрет настоящей счастливой семьи. Музыка, клоуну, шарики, карусели, веселые игры на свежем воздухе. Это ли не настоящий семейный праздник? А какой же праздник без подарков? В парке Амазония вручили благодарственные письма семьям, которые отличились в воспитании подрастающего поколения. Супруги Сандыркины воспитывают пятерых детей и, конечно, знают секрет счастливой семьи. Мы участвовали в семье Поволжье, нас наградили самая дружная семья. Самое главное, они друг за другом, они сами друг друга воспитывают на самом деле. Чем больше детей, тем лучше. Я считаю, что надо рожать много детей. Ну, папа, это химия вообще нет. Еще вчерашние серьезные 11-классники, которые переживали за результаты ЕГЭ, сегодня тоже веселятся. Все позади. И в том, что некоторые ребята сдали экзамены на 100 баллов, тоже, безусловно, есть заслуга родителей и семьи. Екатерина Яйкова – настоящая умница. 200 баллов по химии и русскому. Выбрала самую гуманную профессию. Хочет стать врачом. С 10-го класса я готовилась к Олимпиадам по предметам, по химии. И это очень помогло. С 11-го класса я готовилась к ЕГЭ. И у меня была прямо нацелена подготовка на ЕГЭ. И только к этим предметам я усиленно готовилась. Конечно, предложила все усилия, чтобы добиться наилучшего результата. Семья – это теплый дом, любящие мама и папа, дети. Это поддержка и опора. Самое дорогое, что есть у каждого человека. И пусть как можно у большего количества людей будет именно так. Такие пожелания звучали сегодня со сцены. В этом году мы чествуем наших родителей и говорим слова благодарности за хорошее воспитание своих детей. Мы знаем, что семья – это та основа, которая закладывается именно в раннем возрасте. И какой фундамент будет заложен родителями, таких мы и получим будущих наших жителей города, жителей республики. Мы очень гордимся, что в этом году у нас 26 учеников получили 100 баллов по итогам единого государственного экзамена. И мы гордимся и говорим большое спасибо нашим родителям. Возможностей на самом деле на сегодняшний день очень много. Давайте ими пользоваться, руководствоваться и творить свою жизнь во благо, в любви и верности. Спасибо, с праздником! Если сегодня кто-то из семей не смог присоединиться к празднику и заработать, то в следующем году, возможно, участников будет больше. В Госдуму внесли законопроект о дополнительном выходном дне 8 июля. Алексей Иванов, Татьяна Трофимова, Инесса Потапова, Сергей Емельянов, Республика.